ну что начинаем новый день доброе утро дорогая желаю тебе чтоб у тебя сегодняшний день был намного прекраснее вчерашнего взаимно небо сегодня голубое голубое приятное едем дальше по дорогам массачусетс массачусетса мы сейчас ехали ехали напоролись на flea маркетинг такой деревенский сэндвич вот и вы знаете купили хорошие вещицы сейчас мы вам покажем мне неудобно с камерой подходи сейчас я вот сюда они уже 6 утра тут да они уже закрываются ну мы нормально мы купили очень я довольна так на травке здесь такое местечко приятная да а вот еще и посуды много не не такая купили такое замечательное блюдо ой прям такое приятное так здорово сделано сюжет разглядывать можно вот это визит центр не нужно да вроде не нужно так сейчас другой стук круто сделано в англии и короче круто тарелочка прелесть 10 долларов две тарелочки за 20 долларов а второе блюдо намного больше прям огромное такое блюдо тоже красиво и прелесть сюжет такой целая картина я очень довольна прелесть ездим очень приятная в сашину коллекцию пивных кружек очень приятная штучка пять долларов всего массачусетская осень так ну вот подъезжаем следующая картина вот еще примат плюмот плюмот лендж куда мы едем лендж городок мур плюмут накрываем направо на берегу залива Двигаемся одну милю, 1500 футов до точки назначения, справа. Спасибо, дорогая. Ты очень любезная, очень прилежная, такая отличница. Welcome to Plymouth Plantation. Идём в музей под открытым небом. Такой вот паркинг большой, народу много приехали, а мы идём в ворота. Как всё интересно, всё новое и неизведанное. Очень интересно. Даже не верится, что в 1620 году, сколько лет назад, 400 лет назад, первые поселенцы, пилигримы, приехали именно на эту землю, в Плимут. И обосновались здесь, и так и остались, и жили, и жили. И вот мы теперь тоже на этой земле ходим и всё смотрим. Очень интересно. Присоединяйтесь к нам. Так, шли мы, шли по этим тропиночкам. И пришли мы на какую-то маленькую площадочку. Сейчас посмотрим, что здесь. А, ну, где и сходят? Здесь сходят? Где? А, он там готовит. А, тут вот местечко, где? Медведи. Шкуры. Вот такие вот. Медвежьи, да? Да. Ай, какие шкуры. Фидеван. Гризли. Медведь-гризли, нет? Я знаю, что в Америке гризли медведи были. Шкура невыделанная. Невыделанная? Настоящая. Блестящая. И мордочка такая вот. Так, ну, пойдемте на индейца посмотрим. Вот эти вот лодки, видите, из целого дерева. А как-то выдолбить-то надо было. А, Найс. Вот. Поэтому мы вот эту лодку делали, например. Вот как парень показывает вот из этого. Вот, сфу-болт. To make a boat. Вот так вот. Выжигалась вот так вот. Дерево выжигалось. И... Вот так, костром. И... Сделали лодку. Да, сделали лодку. Вот такой способ. Вот он стоит, выжигает и делает лодку. О, мой Господи. Симпатичный парнишка. It's cold. Здорово. Так интересно. Вот он делает курочку. В шкурах таких сидит. Видите? Вот так они одевались. Please. А эта женщина шьет вот... Yeah. Шьет. Одежда шьет. Вот у них там... Вот такие куколки играли детки. Вот такие шили куколки. И играли. Wait, look. You can feel the hair skin. Интересно. You can feel the hair skin. You can feel the hair skin. It's a doll. Куколки такие. It's a Barbie. Yeah, it's a Barbie for you. No? It's a dolly. It's a dolly. It's like new, that they would pretend that... So cool. Okay. Как интересно тут, конечно, побродить, походить. Ой, дымком попахивает вкусно. Вот девочки играть пришли. Это развлекалки для детей. Кукурузный початок. И перышко. И надо вот туда попасть в камешек. Опа! Не попало. В следующий раз попаду. Идем дальше. It's the hair from the tail of a north-american white-tailed deer. And it's been dyed with the eyes that you can find in the forest here. And these are headdresses that are meant to look like the crest of a woodpecker. You see the picture? Right there? Right here. Рассказывает про украшение волосы, как делали. Как у птичек вроде бы. Похоже, как у птичек гребешки. А здесь рассказывает, как куколочек делать. Таких кукол. Ребятишкам интересно. Такой центр. А здесь посуда. Печка, посуда. А вот кувшины всякие, как делали. Вот деревня первых поселенцев. Домики. Улица. Центральная улица. Крыши сделаны из камыша, да? Складываю, потом срезаю. А, интересно. Крыша из камыша сделана. Интересно. Мягенько, но. Так, вот это вот. Тут... Ой, народу-то много, конечно, здесь. Тут вот заходишь за дом. Девочка пошла за дом. А тут огородик вот такой вот. Современный огородик уже. Вот. Интересно. Из досок сделано. Тут вот пилигримы, как будто бы. Телемки, где-то иди-то на дождь. И это только ватт и ватт. И до ватт и ватт. Это было 20-й, 20-й. Да. Зайдем-ка мы вот в этот дом. Ой, на главной площади народу, ой-ой-ой. Так, зайдем вперед в этот домик в Биллингтон. Там народу, наверное, много. Тут вот стол. Тут вот кровать. Сундуки. Вязанки лука. Дрова. А это очаг. Ой, как люди жили, я вообще не представляю, конечно. Да. Дымом пахнет приятно. Но как вот топилось, конечно, труба туда есть, слава богу, вытяжка есть. Посуда глиняная. Шкаф подвесной. На стенах тоже висит посуда. Потолок вот такой экологически чистый. Так, выходим. Выходим на главную площадь. Вот это Брюстер. У каждого, наверное, дома была фамилия своя. Вот тут Брюстеры жили, например, да? Ребятишкам рассказывают. Вот тут Фуллер жили. Вот тут в этом доме Фуллер жили. Пойдем в гости к Фуллеру. Ой, ребятишки. Ребятишки переоделись и делают тут вот всякую всячину, как живут той жизнью. Девочки подметают. Это я в окошечко, подглядела в окошечко вот в этом доме. В окошечко подглядела. Вот эта деревня первых поселенцев. И тут прямо вот на берегу залива. Вот этот городок Плимут. Вот он залив здесь. Да. Вот как они тут расположились. Рядышком. Вот козочки. Они козочек-то тоже с собой привезли, да? А? Тебя с собой привезли, да? Вот мамка там с козленочком. Так хорошо им. Ребятишки. Ребятишки. So cute. Ой, so. Ребятишки прям. Им все интересно. А что вы этой печке делали? Готовили? Не знаю. Может быть. Она какая-то вот глина. Глина с травой. Интересно. Да. Вот бочки у них какие-то уже были. С ромом. Бочки с ромом. Клен. Окей. Курочки вот едят из таких деревянных, больших, выдолбленных тарелок. Да. Молодцы. Окей. Так, вот бочку сейчас будем изучать. Интересно. Посижу на заваленке и почувствую себя пилигримкой. Пилигримка я, пилигримка 21 века. Ой, что-то жарко стало. Молодцы. Что ты приготовил? Как ты приготовишь? Как ты приготовишь? Да, хорошо, спасибо. Я делаю санкетку на доме. Удачи. говорит вот этот вот вот этот вот домик сделан как раз вот этим способом как вот он доски вот эти делает вот доски все вот так вот вручную были ну да да и тут петушок с курочкой мушкетер наверное вот сейчас будет писать ой раступились перед моей камеры ладно пиши вот умеют же они все сделать живенько интересно очень много действующих лица исполнителей билет стоит 28 долларов с человека но это того стоит потому что сами понимаете всем надо заплатить люди работают причем хорошо работают свою работу выполняют вот так что мы довольны а сейчас на выходе мы тут вот увидели шалаш который индейцы уже строили смотрите какой интересный шалаш сделанный из коры дерева из коры дерево сделан да вот так вот прям все ушло в дело вот это вот кора здесь видите вот так добывалась высушивалась а вот какого дерева кора я не знаю может быть дуба а может быть и не дуба так заходим за угол а здесь а здесь и чайки ребятишки и какие-то павильоны с чайками воюют радости вау так сейчас мы ой сколько радости какой пейзаж боже мой красота вот мы там вот мы там в кустиках были с вами в кустиках были в кустиках мы были с вами в кустиках сейчас пойдем из кустиков такой большой магазин сувенирами я купила на память вот такой магнитик первый корабль назывался майфлауэр на котором в ноябре двадцатого года приплыли первооткрыватели и вот тут они подписывают какой-то важный документ гражданские права чтоб все были одинаково в правах люди стоят 28 долларов сеньоры эдл 3 на 2 доллара всего поменьше вот такие расценки тут выходим выходим вот тут экскурсионные автобусы вот тут хорошее местечко хорошее хорошее лимус 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 с 9 до 5 работает окей погода замечательная мы вот в эти ворота входили господи как я все уже подзабыла все вот сюда входили вспомнила я выходит сангрия мартини все дринки есть но мудренький не пьем потому что мы за рулем то что не померли не померли нет вот сейчас я засниму я знаю что раздражает мы только ту антенз евро пингу дейту при вега с диппи госту what they want and they will always come back for more our founder charlie toy здорово молодцы чекен кебаб огоньком пахнет дымком пахнет а у меня стейк тоже очень дымком попахивает хорошо наши что здесь у меня кукуруза черные бобы авокадо рис морковка перчик и говядина стейк уже порезанный очень хорошо приготовлен без я попросила без пинька без розового лук свежий еще тут есть в общем замечательно мне нравится ресторан вот этот нам понравился вкусненько там было так заправляемся два шестьдесят четыре галлон наверное и 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 глупые люди которые ругают валмарт Мужчина, вы глупый, который ругал Walmart американский Вы очень глупый человек на самом деле Значит, вы ничего рта не понимаете в американской жизни И вообще в американских магазинах Да, я вам прямо сразу честно об этом говорю А посмотрите, сколько здесь канцтоваров всяких Для чего не возьми Боже мой Да, я купила для мамы здесь кофточки Недорогие, по 9 долларов Но я купила ей домашние кофточки Почему нет? Мой муж купил здесь себе рубашки на работу Хорошие рубашечки, тоже недорогие Почему нет? Что в этом такого позорного? Как вы там пишите Что-то я разошлась, честное слово Что-то я разошлась Так, ладно, я пошла конфеток еще куплю Наверное, я каких-то без конфеток куплю И косметика, и детские игрушки, и детские вещи, и коляски И чего только нет Он очень любит его американцы Он очень любимый у американцев этот магазин, конечно Что там говорить? Так что Если Walmart появляется в каком-то городе Нам же на юг нужно ехать, да? Ага То другие магазины уже сразу теряют убытки Теряют убытки? Не, не теряют убытки, а приобретают убытки Приобретают Да, если Поэтому в Нью-Йорке Walmart строить не разрешают Нет, в Нью-Йорке Walmart Иначе бы все маленькие бизнесы Все бутики И всякие Все-все-все Понесли бы убытки Еще и какие бы Поэтому он не строит в Нью-Йорке Не строит Ну ладно Такие дела Все, пока-пока-пока Всем пока Фиш-маркет Пока Все, пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-п Называется Титикет. Здорово!